Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем же жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Загружаемся! Сегодня в программе. Совсем не грустный праздник, как самарцы отметили день рождения любимого города. Люблю, не могу. Молодежь призналась в любви Самаре. Новости науки. В Политехе изобрели гибкое космическое зеркало. Срочно в номер. Почему ВКонтакте покраснеют лайки? Как вы думаете, что можно сделать из трех тысяч селфи? Привет из прошлого. Дети и аудиокассеты. Кто кого. Все это и многое другое прямо сейчас. А ты поздравил Самару с днем рождения? Минувшее воскресенье порадовало не только солнечной погодой без дождей, но и удивительным настроением, которое царило весь день и у каждого. Еще бы, любимый город отмечает день рождения. Нарядные самарцы спешили к самой красивой набережной, чтобы принять участие в празднике. Хэштеги «Самара431» и «День города Самара» вошли в топ и собрали несколько тысяч публикаций в соцсетях. Давайте и мы посмотрим на ваши счастливые лица в объятиях самого лучшего города на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok День города Самару Самара-запасная столица. Самара-запасная столица. Самара-город-курорт. Самара-опорный регион России. И вместе с тем Самара – наш родной и любимый город. Эта запись появилась в социальных сетях в конце прошлой недели и разлетелась по самарскому интернету. Студенческое телевидение «СамГТУ» ПолитехТВ потрудилось на славу. И совместно с ребятами-активистами из разных молодежных организаций Самары сделали видеопоздравления для нашего города. Самара-запасная столица. Самара-запасная Спасибо, ребята, вам за такую творческую работу. Ставим вам наш огромный самарский лайк. Ученые технического университета нашли способ уменьшить искажения космических телескопов. Они изобрели гибкое зеркало. Система может использоваться как в космосе, так и на Земле. Она сама перенастраивается за доли секунды. Для автоматического управления ученые разработали специальное программное обеспечение. В разработке используется в основном отечественная элементная база. Деформируя одно зеркало, мы корректируем всю оптическую систему. То есть у нас три зеркала. У каждого зеркала своя деформация. Что-то в плюс, что-то в минус. Но путем математических вычислений, деформируя одно зеркало, мы восстанавливаем полную оптическую систему. Работы проводились при поддержке Самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Технология уже запатентована и в России, и в США. Дизайнеры ВКонтакте рассказали о грядущих изменениях внешнего вида мобильных приложений и мобильной версии социальной сети. В приложении снова появится TabBar. От него отказались в 2012 году. Это ряд из пяти кнопок в нижней части экрана, наиболее часто используемые разделы. Лента, поиск, уведомления, сообщения и меню. А вот бокового меню, судя по скриншотам, не будет. Раздел поиска пополнится лентой потенциально интересных новостей рекомендованных друзей. А также изменения собираются внести в редактор наложения масок, чтобы каталог занимал меньше места на экране. В записях в ленте новостей появится счетчик просмотров, а иконка лайка при нажатии станет красной. Новый дизайн музыкального плеера почти в точности повторяет расположение элементов Apple Music. Когда же именно нам ждать всех этих обновлений пока неизвестно, но разработчики обещают, что это произойдет уже совсем скоро. Как часто вы делаете селфи? Признайтесь, что бывает, хотя некоторые, например, не могут ни дня прожить без себя фотографирования. А что делать, если у тебя накопилось несколько тысяч селфи за 9 лет? Правильно, смонтировать ролик и выложить его на YouTube. И набрать полтора миллиона просмотров меньше, чем за неделю. Житель канадского города Монреаль, Уго Корнелье, делал селфи каждый день в течение 9 лет. Он начал снимать себя в 12. Последняя фотография была сделана на его свадьбе в августе этого года. Это единственный кадр, на котором Уго улыбается. Что можно тут сказать? Хорошая сила воли у парня. Каждый день фотографироваться, ведь не каждый сможет. Недавно, разбирая коробки на балконе, я наткнулась на сотню аудиокассет. И, естественно, волна ностальгии окатила меня с головой. Чего там только и не было. Мирно соседствовали и Ванушки, и Продиджи, скутер и Red Hot Chili Peppers. Однако послушать их так мне и не удалось. Негде. Не секрет, что нынешнее поколение, которое не отлипает от планшетов и знать не знает, что такое аудиокассеты или, к примеру, дискеты. Так вот, британец Джеймс Крейн решил посмотреть на реакцию детей и вручил им аудиокассеты, которые слушал в молодости. Ролик набрал более сотни тысяч просмотров и столько же жарких комментариев. На видео удивленные дети вертят в руках кассеты и пытаются понять, как же с их помощью можно слушать музыку. Они попытались приложить их уху. Уху, Карл! Дальше больше. Детки попытались найти разъем для наушников и даже гнездо для батареек. В итоге ребята пришли к выводу, что кассету нужно подключить к телевизору и смотреть клипы через дырочки для перемотки. Почувствовали себя старыми, а? Прям так и захотелось засунуть в видик вторую часть Терминатора, где такая вот беленькая бумажечка, а слова напечатаны на машинке или на старом принтере. Эх, молодежь! На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях, интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группу ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Кстати, у нас там уже 14 миллионов просмотров. Смотрите и вы нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!